Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 25 ноября, Православная Церковь совершает память преподобного Нила Мироточивого Афонского. Святой Нил Мироточивый был сын благочестивых и православных родителей, имевших свое жительство в Марее или нынешней Греции, в селении именуемом Святого Петра Законийской епархии. Воспитание его ограничивалось пределами места его рождения. В ранних еще летах лишился он своих родителей, но нашел их в дяде своем иеромонахе Макарии. Этот дядя был бдительным и искренним надзирателем за всеми движениями ума и сердца всего будущего сосуда благодати Святаго Духа. И не тщетными оказались многозаботные попечения Пестуна о его воспитаннике. Племянник Нил Мироточивый, обладая прекрасными природными дарованиями, при неусыпном и искреннем о нем старании дяди, оказывал быстрые успехи в умственном и нравственном отношениях. Поэтому юный Нил Мироточивый, достигнув законного возраста, принял монашеское пострижение и удостоен был рукоположения Ваира Диакона, а потом и Ваира Монаха. Таким образом, достопочтенный дядя и достойный его племянник единодушно подвязались с подвигом добрым. Но сие высокие и девственные души, будучи уязвлены пламенной и всецелой любовью к присладкому небесному жениху, во славу его возгорели желанием подвигов больших. Найдя настоящее свое местопребывание недостаточным для осуществления такого пламенного своего желания, они удалились из своего Отечества и пришли на Святую Афонскую гору. Посетив здешние обители, скиты и пустыни с целью обрести место, удобное для безмолвия и высоких подвигов, наконец пришли они в одно место, издревле называемое Святые Камни. Это место тогда было еще пусто и не заселено, так как отличалось чрезвычайной дикостью и безводностью. Блаженный Макарий и божественный Нил Мироточивый, нашедший его, однако ж, весьма удобным для глубокого безмолвия и совершенно соответствующим святым намерениям, исполнились той радостью, какую ощущают обретшие многоценные сокровища. Полные этой неподдельной радости, они явились в Лавру и просили благословения на овладение этим местом и на устроение там кельи. Игумен Лавры со своей старшей братьей, видя чистоту и божественное желание просителей, которые и самой своей наружностью внушали к себе почтение и уважение, с радостью согласились на их прошение и в знак своего согласия на то дали им письменное уверение. Освященный Макарий по обыкновению Святой Горы внес в Лавру небольшой денежный вклад, как дань дружбы. Получив таким образом право на овладение местом, блаженные труженики приступили к расчистке его. Каких же стоило им это трудов? Сколько при этом пролито ими поту? Но души, рожженные ревностью по Боге, не замечали своих трудов и вскоре восстал, словно феникс, святой храм в честь и славу Царя Небесного, с помещениями при нем для земных ангелов, имеющих словословить его во дни и в ночи. Скоро по устроению кельи божественный Макарий мирно почил обузе от бремени праведных трудов своих, сделав племянника своего наследником во всем и достойным преемником и правителей кельи. После сего блаженный Нил мироточивый, более и более разжигаясь пламенем любви к виновнику своего бытия, желая совершенной неразвлекаемости в занятии высочайшим предметом своей любви, стремясь, так сказать, слить свою любовь с привечной любовью, находит и это место не совсем соответствующим святым стремлениям пламенной его души. Посему Нил мироточивый отыскивает другое, более способное удовлетворить его стремлению, и поселяется в нем. Истинно любящие Бога и живущие по Богу всячески стараются скрывать свои добродетели, плача и слезы, опасаясь стрел тщеславия и похвалы людской, желает, чтобы ум их не был стесняем заботами о суетном и мирском, но чтобы был постоянно устремлен к Богу. Так точно и божественный Нил желает, чтобы и самые сподвижники не слышали сердечных его воздыханий и молитв к Богу, и не видели подвигов и слез, чтобы ум его и сердце постоянно заняты были Богом, чтобы можно было всегда себя посвятить Богу, и чтобы никто не мог прерывать небесных его упражнений, нашел место для своего уединения, неприступное почти ни для какого живого существа. А поселившись мужественно терпел он до конца своей жизни всякую тесноту и бедствия, презрев всякое телесное упокоение и человеческое утешение, какой борьбы с демонами и каких побед над ними была она свидетельницей, и после побед над темными силами, сколькими она осветилась небесными видениями и ликостояниями ангелов. Но вот настало время и окончание земных злостраданий, всего славного подвижника, и упокоение его там, где ни плача, ни вопля, ни болезни не будет к тому. В своей пещере, ознаменованной и освященной столькими дивными подвигами, он мирно предал в руце Божий свой дух. При ней же братья его кельи благоговейно предали земле его тело. Господь прославил его тем, что из гроба преподобного впоследствии начала истекать благовонная мира с целительными силами. Мира это, как свидетельствует предание, текло в таком обилии, что стекало вниз до самого моря. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, преподобного Нила Постника, блаженного Иоанна Власатого Ростовского, пророка Ахии, священомученика Александра Адрианова Пресвитера, священомучеников Константина Успенского, Владимира Красновского, Александра Архангельского, Матфея Алоина, Дмитрия Розанова Пресвитеров. Совершается празднование икони Божией Матери Милостивой. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok